что еще раз всем привет здравствуйте здравствуйте да на этот раз я уже вернулся в полном составе извините что только на последний матч ну ничего страшного это были веские причины очень веские причины мы вам не скажем какие но очень веские причины блин я забыл одеть футболку как-то одет по-близзардовски diablo world of warcraft не забудь выехать из круга мать уже начался ну что третий тур последний раз я вам показываю группу нашу группа d гол альфа и это ряд по две победы по 2 0 игра за первое место у нас сейчас на первое место в группе она уже не решает кто из группы выйдет то есть уже в любом случае это оба обе команды вышли из группы они уже в любом случае идут дальше и сейчас собственно битва это мать престижа да но и за то чтобы показать врагу какие опасные давай отметим что в сетапах команд очень интересная у нас такая такая перемена скажем даже не перемена а просто у нас очень интересные сетапы вот мы сейчас видим что узор это более-менее стандартный да только у них один топок вместо 3 32 да а вот головы играет вообще абсолютно без арты то есть они опять собираются скорее всего рождение 4 тяжа и першинг они будут давить железом посмотрим а сейчас вы видите собственно от лица команды гол альфа и мы видим что вы смотрите куда они поедут вокруг маяка что ли все бригады или через центр просто сейчас леопард то все дело запарит першинг пошел его искать чтобы быстренько убить вот уже арта разрядилась по першингу толком не засветил в принципе уже понятно что будет происходить у команды гол а рэда занимают центра три что в принципе понятно вот просто он сейчас выехал на открытую местность и его тут сейчас убьют ну да ему накидали просто до безобразия он не выживет здесь он не успел ничего сделать а что это глупо то ну першинг не тот першинг не тот танк на котором можно быстро проскочить все таки он не настолько скоростной и к сожалению достаточно ватный корпус не позволяет ему вот так вот как 50 четверки тоже спокойно пролететь и при этом остаться живой смотри першинг остановили и тут накидали тоже 680 уже хп тоже ну и все-таки заняли здесь позицию да вот 3 т-32 вы видите а заезжает здесь возле стеночки этот в лесу в лесочках в деревне запрятался сейчас сейчас у нас ситуация когда реды сразу же на первой минуте нивелировали эту разницу в лишний ствол до в лишний танк да но при этом у них арта при этом у них лишний арта да и это не будет или опорта вместо одного ты один у них у них вот здесь т-32 уже ну гг альфа у парня и который уже грубо себя за грубо говоря зажал себя в ситуацию когда он не выйдет отсюда он выйдет его да и он же этого половинена и уже весьма серьезным странное решение было отправить першинг вот сюда вот там будут видеть где он посмотрим что сейчас делают реды посмотри у них леопард вот все убил уже светочка мелкого еще и т-1 вот там сзади они едут на базу они едут на базу г гирзов вор там остается всего а там никого тридцать вторых которые будут очень долго возвращаться надо будет а если как возвращаться на суют там у нас имеется что здесь у нас здесь у нас стоит 111 да но как бы он не остановит леопарда просто неким прикрыть сейчас он найдет обидел леопарда вот мы видим сейчас я вам показываю леопард тоже видеть здесь запрятанного пока еще не видит вот увидел анка и сейчас и после ст 1 умрет и все на базе никого нет т-32 чтобы возвращаться просто леопард леопард достаточно тяжелый дело в том 3 0 к счет и леопард сейчас будет занимать базу да это один тоже будет занимать это дело в том что я далеко смотри еще убивают это 32 который я варил который там деревню зажилось 40 и пока просто без шансов база занимается 3 т-32 здесь центре которые на ничего не сделают они попытаются переехать назад они едут они едут то есть как бы да стоять на месте со мной нет никакого смысла не просто едут вперед смотрите вот один т-32 а выезжает начинает драться здесь стоит тапочек и два т-32 то есть да но даже если они сейчас тут будут перестреливаться то база уже берется двумя танками принципе 60 секунд и все хватит но я думаю они не успеют все это не успеют отсюда просто уехать по моему тут остается одна только одно интересно будет ли в ноль победа или кого-то такие убьют у рэд как видишь очень грамотно прикрывают друг друга вот один наполучал он сразу уходит на смотри он перестал стрелять уходит назад 6 0 и сейчас будет 7 сюда и леопард еще едет да порвали порвали и здесь в принципе уже без шансов они сейчас и по сути убьют все 7 но даже не захват даже не захватом базы а просто вот так вот вами брошь по центру да да все таки все таки задавили несмотря на то что гов это не самая слабая команда далеко не слабая команда одна из очень сильных но раш по центру как видите все таки практически не оставили им шансов в этом бою говы очень быстро потеряли першинга першинга просто практически сразу и это конечно сильно им помешало да они остались без прикрытия вот там на кармане на этом на балконе точнее вот абсолютно они не видели что происходит они не могли сбоку пострелять оттуда этим першингом они планировали ошибочно было ошибочно конечно было решение с першингом этим но он просто не успел туда доехать его быстро засветили очень быстро отработали чисто для статистики параллели рашин альянс выиграли а сейчас я скажу ну да да он 1 0 пишется я вижу все скажу но поражение у кср да рашин альянс выиграли это в принципе уже ничего не решает то есть эти две команды уже в любом слухе из группы не выходят но они просто вот играют между собой выяснить сильнейшего среди между собой скажем так а поменяет ли гол я смотрю поменяют ли нет не меняет они не как свой составчик то есть тоже такое быть 4 3 2 хотя пока не выбирают танки но последний далек но там 8 очков то есть там без варианта 100 процентов то 32 или попытается взять 2 першинг что то приду не знаю но дело в том что вот сколько мы сталкивались раз по центру на глобальной карте как бы мне тоже приходилось не повоевать и вообще по отзывам как бы и по всем боям которые я видел у них очень хорошо работает артиллерия всегда вот они сейчас першинга отработали практически мгновенно понятно что там одна только арта была все остальные тоже ураж по центру очень хороший фокус то есть они всегда очень быстро убирают тот танк который видят первое так что увидели первые бои были наиболее моем и самый короткий бой у нас был вообще за 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 счетами коротких да но сегодня сегодня таких боев было несколько потому что раз по центру и говоришь пациента более слабые команды конечно укатали очень быстро ну группа такая попалась где у нас два явных фаворита и принципе и две команды которые нельзя назвать слабыми но они явно слабее первых двух то есть не из говальфа не сраж по центру кср и рашен альянс и рашен альянс да просто не могут пока что к сожалению ну что 0-1 еще больше помним и будем ждать 2 покажем вторую игру может сказать что завтра у нас такая же собственно такое же расписание как сегодня ты сначала в 12 по киеву в 2 по москве на играет группы е и f да и завтра нас ждет примерно такая ситуация группе е группе е мы снова увидим гов против red снова точнее гов против раш по центру даже если быть точным то есть вторая команда раш по центру сражается против golf shadows то есть это тоже две таких сильных команды о шаре не первый раз встречается в турнирах команды шардаш нас вчера был в эфире да что будет интересно посмотреть это кстати команды которые не первый раз встречаются не первый раз встречаются даже в формате турниров и надо сказать что как бы есть шансы у обеих команд пока непонятно кто из них как бы нет явного лидера среди них вот если мы говорим вот скажем здесь здесь две команды лидера две команды аутсайдер в данной группе там есть тоже две очень сильных команды и остальные команды там тоже живут нервички потрепать могут потрепать да не сказать чтобы они такого же ну то есть на них да на них возлагают не такие же конечно надежды поменьше но там команды достаточно серьезные что завтра тоже будет очень интересно посмотреть за этим ну и минутка у нас уже осталось кстати вот а те же гол альфа они представляют россию правильно все все или а и вот и на счет альфы не могу сказать точно потому что у них ну я с ними с большинством игроков гол альфа знаком как бы тоже я их знаю по игре не могу сказать все ли там представляют россию них висит российский флаг но честно говоря по моему там тоже интернациональная команда то есть есть по моему ребята из украины из беларуси не знаю конкретно в составе вот на этот турнир есть ли но команда сама по себе интернационально вот в шедос я могу сказать точно что команда объединила игроков из украины и россии из беларуси и в принципе примерно разных долях скажем так то есть завтра будет играть состав скорее всего ребята будут двое или трое из украины как минимум двое из беларуси и наверное один или два человека из россии в шедос но я конечно могу сказать точно кого из десяти человек они выберут на завтрашние бои а тем временем у нас начался бой второй бой у кср против рашен альянс мы напомним что рашен альянс победили в первом бою до матча за третье место в группе сейчас меня почему-то никто не убивает вот меня убили в этом бою но там только начали разъезжаться команды а у нас тем временем начался матч альфа против red rush по центру команда 1 ну что ж посмотрим посмотрим удастся ли раш по центру также лихо одержать вторую победу или все-таки у нас будет интрига с 1-1 вытяжным боем конечно хотелось бы увидеть интригу 5 карт 5 боев так как мы это видели вот в первый день т.д.42 когда была против машина да просто просто фантастическое что-то мы видели но убейте меня меня уже убили кстати у нас небольшое изменение у нас небольшое изменение у нас люкс рыска это тоже достаточно интересный танк рысь или люкс вот это вот а третий уровень он чуть меньше леопарда ого они изменили сетап да чуть меньше леопарда но он при этом тоже очень хорош он тоже быстренький такой достаточно тяжеленький может тараном убивать танки слабее себя достаточно неплохо вот поэтому они немножко вот понизил его на 1 очко тут я пока вам включаю вид от моего лица тут т-32 один уже нормально просел и смотри лт-шка там разве была лт-шка лт-шка да 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 они понизились до люкса то есть они понизили на одно очко одного света и повысили вместо т-1 взяли т-2 лт чтобы более быстро т-2 лт у нас в центре погиб ну и поехали сейчас гол при этом он очень быстро показал что происходит то есть это его большой плюс он может одноразово скажем так посвятить умереть но при этом 72 километра в час есть 72 километра в час для танков которые очень скоростью 30-40 это конечно большая разница а мы видим что в центре опять пытаются занять позицию сейчас гол альфа ну точно так же как и раз по центру они сейчас занимают позицию за домиками под подъезжают вот сюда горки как обычно это ну то что мы видели в принципе на первой карте смотрите тапок развернулся поехал назад вполне возможно он сейчас поедет вообще вниз вот туда на аллейку понаблюдаем за ним немножко вот он видите спускается назад к своей базе в всяком случае еще не спускается но явно будет спускаться ну и в центре я думаю этот бой будет немножко у нас все таки ух ты там как прошили ты тридцать второй тридцать второй получил 500 хп у него не слабую подачу и сейчас его тут он пытается за камнем спрятаться но будут подавливать сейчас ребята из команды rush по центру еще одна подача на месте 400 с точным хп осталось и снова ты видишь они очень быстро открываются такого преимущества значительного количества железа вот да уже по танкам по танкам у нас в принципе два уже один счет счет уже 2-1 то есть у нас т-1 где-то погиб и т-32 и потеряли всего лт-шку ребята из команды да то есть это очень неравнозначный раз конечно нету одного 32 и это уже огромная проблема да тем более что вот мы видим что 45-02 вошел в контакт с першингом и здесь все неоднозначно я думаю однозначно в силу того что 45-02 может поддержать арта а угов альфа арты нет и поэтому соответственно будет да вот накидывает на 274 першинг останавливается стоит без гусениц ну и там ему наверное ну естественно тяже к ему добавляет сарта разрядится второй раз скорее всего ей нужно время на зарядку на основном успеете сделать успеет разошнат хп ставится у першинка вот арта его добежать отлично сейчас на сугова альфа голый и центре в центре пошла пошел выход такой пошел выход им нужно давить потому что они потеряли низ на базу просто он туда уже поехал а в центре тут такая ситуация что вот есть два танка слева и третий т-32 подъезжает сюда побитый очень сильно но тут могут при себе продавить там ну хорошо как границ 3 на 3 убили до 3 на 2 но это единственное что марки на заднего поставили то тот прячется все-таки убьют его там 330 хп один выстрел почти остался пробьют 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 тут они 60 хп минус танк 22 остаются 2 в 1 800 на одного но он целый он целый должны его должны его убить хотя есть у нас первый да у них преимущество по количеству стволов но у них меньше хп сейчас они сравняются по стволам в принципе но при этом 45 02 команды аж по центру вот если мы сейчас по занимает базу да он уже доехал до базы сейчас встанет в круг увидит там т1 и головам принципе неким сбивать т1 его даже не пробьет центре этот один танк уже один на один там остались и он но вряд ли конечно тут победит давайте понаблюдаем за ним хотя 500 на 500 нет 200 на 500 если где-то будет будет разрядка то есть у них принципе такая патовая ситуация а он еще не пробил не пробил так что вот тут ему гоплык но все равно останется т32 у команды гол и т1 но т32 может просто не успеть доехать сбивать один может не суметь сбить в силу того что он просто не нанесет дамага такому а его это к тому же уже спали он его просто не пробил частота вас ваншоте ты все и неким сбивать и будет захвачена база куда они не понял что это было он и не видишь стали мне должен видеть в принципе может быть он просто на тренировать он просто на показывает что ты мне не страшен ты меня не убьешь легкая я могу даже позволить себе в тебя не стрелять т32 возвращается на конечно не успеет он нет не успеть не успеет он вернуться 7 на него нет он ее действительно не видит посмотри с такого не видит она просто не знаю что она приблизительно там но не видит он просто пострелял по костам в надежде его убить но и т32 часу то есть т1 скорее всего прокачана маскировка натянута маскировочная сетка 93 процента 94 процента 5 секунд сбил сбил вот это да на 96 однозначно да он сбил за 32 я арта здесь ой тут прозарядила сейчас да но т32 всего 400 хп а пока еще свеженький там еще арта один остался т32 и он второй раз промахивается он второй раз уже не может попасть т32 это конечно проблема на дали попал минус 290 просто долл ай минус 327 заряжает и попадает арта и 20 в пользу ред дрож по центру очень красивые бои мы посмотрели с их стороны да второй бой действительно да говальфа конечно и во втором бою сумели показать